А сейчас мы чуть-чуть отомстим нашим мужу-ненавистницам. Совсем чуть-чуть. Они просто очень не любят, когда их называют поэтессами. А у меня есть такой шикарный стих на этой тему. В центре политической битвы С пьеды стало тонкого искусства. Девочка в очках и толстом свитере Смотрит в зал презрительно и грустно. Голос тонкий, трогательный, искренний. Как бы там ни называла пресса, Не люблю ужасно. Так не близко мне пафосное слово поэтесса. Девочка, сосуд любви и робости, Тонких струн душевных, не дотрогай. Я тебя поддерживаю полностью. Глупое название, ей-богу. Вышла бы на сцену заполошная, Каблучком притопнула бы лихо и огнем По залу поглохшему. Я, ебать, крутая поэтиха. Вышла бы ногая, загорелая, Звонкая и кривая чертовка. И над залом темным прогремела бы, Как вам вот такая поэтовка. А затем насмешливая дурочка, Но бунтарка под глазами духу Пизданула бы по сцене сумочкой. Принимай, Россия, поэтуху! И гремят пасы, звенят глагольные, Серебро по струнам снега тает. Подавай, душа, стихи фривольные, Поэтарки в кабаке гуляют. Эх, гори огнем, зуди оскобиной, Жарь искусства, разгоняй прогрессы. А пока очки и голос тоненький, Маленькой, безвекой, поэтессы. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...